Здравствуйте! Это новости на Дону, в студии Мария Филинкова. Смотрите выпуски. Поход к врачу без очереди в регистратуру. Бумажные истории болезни впервые заменили электронными в ростовской поликлинике. Все аптеки и производство лекарств национализировать, все препараты продавать по рецептам. Владимир Жириновский предлагает радикальную реформу фарминдустрии и аптечной системы. Ростовстат обследует рабочую силу региона. Статистики ходят по домам, чтобы оценить уровень безработицы. Знакомство с Амбросом Мартином. Новый главный тренер Ростов-Дона дал первую пресс-конференцию в Дон-Медиа. Финальные общественные слушания стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года прошли сегодня в Ростове. Руководители министерств и ведомств, депутаты Заксобрания, главы городов и районов, бизнесмены, представители науки и общественности голосовали за будущее Ростовской области. Согласно проекту этого документа, главной целью и главной ценностью его является человек, его комфорт, здоровье, благополучие, качество жизни и уровень жизни. При этом мы себя позиционируем как опорный регион новой экономики Юга России, научно-технологический, вы это слышали, политико-управленческий центр, уникальная экосистема и, конечно, культурная пространство. Важнейший документ уже обсуждали в подгруппах по каждой сфере, на межмуниципальных и районных встречах. В них приняли участие более 18 тысяч жителей Дона. Теперь итоговая дискуссия. Каких высот Ростовская область планирует достичь в ближайшие 12 лет, расскажем в следующих выпусках новостей. Все старые электрички заменят новыми в Ростовской области, и в этом плане наш регион станет пока единственным в России. Первые 8 современных электропоездов уже перевозят пассажиров. К концу года появится еще 10. Успешное сотрудничество закрепили соглашением губернатор и начальник СКЖД. Как только современная электричка вышла на маршрут Ростов-Таганрог, пассажиропоток вырос на 10%. Инвестиции в модернизацию подвижного состава железнодорожники считают важнейшим направлением своей работы. В таких вагонах ехать действительно комфортно. Работает кондиционер, сиденья удобные, созданы все условия и для людей с ограничениями здоровья. Я хотел бы выразить благодарность правительству Ростовской области лично Василию Юрьевичу за тот проект, который мы реализуем. На самом деле единственный регион, первый, в котором произойдет кардинальная модернизация подвижного, пригородного, подвижного состава. И результат этой модернизации уже видят все наши пассажиры и голосуют за это, на самом деле, теми билетами, которые они приобретают на пригородной электричке. В подписанном соглашении прописаны все направления сотрудничества областного правительства и РЖД. Так уже началось строительство вторых путей для развития подходов к портам Азово-Черноморского бассейна. На перегонах Гашун, Зимовники, Маныч, Шабливская, Забытый, Поливианский, Развильная, Песчанокопская появится 60 километров новых железных дорог. Новое качество обслуживания не только пассажиров, но и наши юридические лица. Перевозка грузов, качественная работа, полное выполнение контрактов – все это заложено в нашем соглашении. Так что социально-экономические проекты на территории Ростовской области без этого соглашения, очевидно, будут двигаться медленнее. У нас как раз планы другие. Динамику не только сохранить, но и наоборот заметно прибавить. Набирает обороты проект «Городская электричка». На старте в 2016-м она перевозила всего 90 пассажиров в день. Сейчас в пять раз больше. С 1 сентября мы вновь двигаемся в сторону развития и предлагаем новые маршруты жителям Ростова-на-Дону, гостям. Значит, добавится семь посадочных платформ, добавятся новые остановочные пункты. И данный новый маршрут позволит еще более связать город в единое целое и обеспечить транспортную доступность жителям. Еще один железнодорожный проект – перевозки в Платов. Поездом можно доехать до Новочеркасска и пересесть на автобус в аэропорт. В перспективе из Платова в Ростов и дальше в Краснодар и Адлер будет проложена современная магистраль для движения поездов со скоростью 400 км в час. Мария Индрикова, Андрей Токарев, ДОН-24, Ростов-на-Дону. Реконструкцию сразу нескольких мостов начнут на трассе М4 Дон. Ход работ будет координировать специально созданная рабочая группа, в которую войдут представители регионального правительства, муниципалитетов и Автодора. Такое решение было принято сегодня на рабочей встрече Василия Голубева и Сергея Кельбаха. Глава Автодора также принял участие в заседании комиссии по безопасности дорожного движения. В критическом состоянии сейчас каждый десятый мост или путепровод на М4, рассказал губернатор главе Автодора. А летом нагрузка повышенная. По Оксайскому мосту, например, проезжает 105 тысяч автомобилей в сутки, много грузовиков и с перегрузом. Поэтому уже в ближайшее время Автодор начнет ремонт изношенных сооружений. А рабочая группа будет координировать работу всех служб. Хотел поблагодарить как раз тесное взаимодействие с Ростовской области при организации движения, при конструкции аварийного моста. Мы очень оперативно сделали дорогу, мы совместно перебросили движение. Я вчера наблюдал, как организовано движение грузовиков. Мост, о котором говорит Сергей Кельбах, 92-го года постройки. Не удовлетворительное состояние дорог – одна из основных причин ДТП. Несмотря на то, что по итогам первого полугодия число аварий и смертельных случаев снизилось, ситуация сложная и нужны новые решения, которые изменят ее в лучшую сторону. Целью стратегии безопасности дорожного движения на 18-24 годы, утвержденной правительством Российской Федерации, является стремление к нулевой смертности в дорожно-транспортных происшествиях в 2030 году. А в качестве ориентированного на 2024 год устанавливается показатель социального риска, составляющий не более 4 на 100 тысяч населения. Сейчас тут показатель 5 погибших на 100 тысяч жителей области. Мария Индрикова, Тагир Фатахов, ДОН-24, Ростов-на-Дону. Не ждать инвестора, а достраивать проблемные дома самим. В этом обманутым дольщикам помогут изменения областного законодательства. Комитет Донского парламента по строительству обсудил дополнительные меры поддержки дольщиков. Им предлагают объединяться в ЖСК и получать субсидии на завершение строительных работ. Такой вид финансовой помощи уже действует на шахтерских территориях. Идея очень проста. Попробовать это теперь распространить на все территории Ростовской области. На сегодняшний день у нас 68 таких объектов недостроенных на 10 территориях муниципалитета Ростовской области. Предполагается, что субсидии будут выдавать на достройку объектов с высокой степенью готовности не меньше 65%. Под этот критерий попадают ориентировочно 17 проблемных домов. Дольщики двух из них уже изъявили желание получить помощь из бюджета и достраиваться самим. Члены комитета поддержали законопроект и теперь вынесут его на голосование на очередном заседании парламента. Уникальную для России систему электронного медицинского документа оборота впервые ввели в поликлинике Ростовской клинической больницы Южного окружного медцентра. Бумажные медицинские карты заменили электронными, что свело на нет поток пациентов в регистратуру. Сначала очередь в регистратуру, потом поиски истории болезни и очередное ожидание перед кабинетом врача. Что бывает так, пациенты поликлиники Ростовской клинической больницы Южного окружного медицинского центра уже и не помнят. Здесь все просто и быстро, а в регистратуру можно и не заглядывать. Вы сегодня уже можете не заходить в поликлинику, вы можете позвонить по телефону, у нас работает робот, вы можете позвонить по интернету, выйти по интернету, вы можете войти в поликлинику в портале госуслуг. То есть вот уже перечень, вам совершенно не нужно идти, вы ставите в очереди. История болезни теперь ведется только в электронном виде, потому стоять за ней в очереди и не надо. Любой врач на рабочем месте может ее открыть. Все бумажные карты пациентов с многолетней информацией отцифровываются для быстрой и удобной работы с ними. Это совершенно другой качественный уровень предоставления медицинской услуги населению, что намного облегчает получение этой услуги, убирает необходимость стояния в очередях, длительного ожидания оформления первичной медицинской документации. Тот, кто пришел в поликлинику впервые, после регистрации получает специальную карточку пропуск с фотографией, которую делают здесь же бесплатно. Вот в идеале, вы записались, у вас есть пропуск, у вас визит к терапевту в 9 часов 15 минут. Вам в регистратуру нет необходимости вообще заходить. Подписывается врач электронной подписью, имеющий юридическую силу. Еще один плюс электронной карты в том, что с ней могут работать, внося изменения, сразу несколько врачей. Чтобы все работало без перебоев, серверная, наряду с операционными и реанимация, подключена к резервному дизель-генератору. Елена Ребжанова, Николай Андреянов, Дон, 24, Ростов-на-Дону. Все фармацевтические предприятия и аптеки национализировать. Жизненно важные препараты производить в России. Аптеки за продажу подделок закрывать. Все лекарства продавать по рецепту, а их рекламу в СМИ запретить. Такую радикальную реформу фарминдустрии и аптечной системы предлагают Владимир Жириновский и ЛДПР. Все аптеки и предприятия, выпускающие лекарства, должны быть государственными, считают в ЛДПР. И только так можно будет защитить отечественных производителей. Лекарство должно относиться к тем пяти позициям, наименованиям, которые должны быть только в руках государства. Это лекарства, алкоголь, табак, наркотики, оружие. Пять. Это частный сектор, близко подпускать нельзя. У нас все наоборот сделали. Многие фармацевтические заводы с развалом СССР остались за границами России. И теперь стране необходимо строить новые и создавать полный цикл производства препаратов. Для начала жизненно необходимых для борьбы с онкозаболеваниями и диабетом. Вот с инсулином что делают они? Производятся в Дании, а упаковывают здесь. Считается, что они здесь разместили производство. Упаковка без вас упакуем. Надо, чтобы мы еще сами производили полный цикл лекарств. Владимир Жириновский видит необходимым продавать абсолютно все лекарства по рецептам, чтобы исключить опасное самолечение и к тому же запретить их рекламу. Люди смотрят, бегут в аптеку, покупают. И процентов, наверное, 30 у нас людей погибают. Впоследствии выясняется, что это было самолечение. Люди должны бояться покупать лекарства. Только с рецептом врача. А аптеки, продающие поддельные препараты, в ЛДПР призывают закрывать и заводить на виновных уголовные дела. Елизавета Лосева, Дон-24, Москва, Ростов-на-Дону. Смотрите дальше в выпуске. Конопля на костре. Казаки огнем и косой борются с наркосодержащим сорняком. Ростов-Стат обследует рабочую силу региона. Статистики ходят по домам, чтобы оценить уровень безработицы. Знакомство с Амбросом Мартином. Новый главный тренер Ростов-Дона дал первую пресс-конференцию в Дон-Медиа. Месяцы с мая по сентябрь – время активной борьбы с дикорастущей коноплей. Наркосодержащую траву отправляют на костер. Очередной очищающий пожар устроили казаки, освободив полгектара земли в Родионово-Несветайском районе. Конопля под статьей Уголовного кодекса. Вернее, ее наркосодержащая пыльца. Как и опиаты в маке. А ведь я помню в детстве, когда поспевали вот эти коробочки коноплей, бабушка толкла их в ступки, и получалось очень вкусное конопляное масло. Полезный продукт. А сейчас другая ситуация. Ситуация соблазна, в которой криминальная составляющая несет угрозу обществу. И, кстати, конопля, как и амброзия, вызывает аллергию. Участие казаков в борьбе с ней закономерно. Кто, как не они, знают ситуацию на своей территории. И, как говорится, кто чем дышит. Эта акция проходит уже второй год. В ней участвуют активные члены казачьих обществ, дружинники казачьих дружин, селика войска Донского. С совместными муниципальными образованиями выявляются участки произрастания такой растительности. Проводятся мероприятия по их ликвидации, выкосу, уничтожению, утилизации и так далее. Акция не разовая. Каждый выявленный участок конопли будет уничтожен в течение лета. В этом году мы были задействованы на чемпионате мира. А так, пока еще нет села, только не начала она колоситься. Начинается только, полиции еще практически нет, ее нужно уничтожить. Здесь у реки вредный сорняк просто так не вытравишь. Только вручную приходится уничтожать объявленное вне закона растение. В прошлом году по области 1400 казаков уничтожили 60 тонн конопли. И здесь собранный урожай горит синим пламенем. Акция продолжается. Татьяна Бочарова, Сергей Вишняков, Дон-24, Родионово, Несветайский район. Есть ли высшее образование и где работаете? В Ростовской области проходит ежемесячное статистическое обследование рабочей силы. Сотрудники Ростовстата за неделю пройдут по домам и квартирам в 24 городах и сельских поселений области. И опросят 1700 человек. Их ответы на 90 вопросов помогут выяснить реальную картину трудовой занятости и безработицы. Добрый день. Федеральная служба статистики. Ваша квартира попала под опрос. Будьте добры, можете открыть дверь? Да, хорошо. Спасибо большое. Так радушно принимают статистов не все, хотя каждого попавшего под стат обследование рабочей силы заранее информируют об опросе. Мы получили от вас обращение, так что с удовольствием приму участие. Вы согласны? Согласны, да. Выбор корреспондентов случайно и формируется на данных переписи населения 2010 года. Семья Екатерины попала под опрос второй раз. Принимать сотрудников Ростов-Стата не боится. И уверена, ее анкета поможет сформировать объективную картину занятости ростовчан на рынке труда. Я думаю, что увеличится количество рабочих мест. И я думаю, что это очень положительно скажется на нас, простых ростовчанах. 90 вопросов и никаких имен и деталей. Только общая информация о составе семьи, образовании, рабочем стаже или наоборот отсутствии работы и причинах отказа от ее поиска. Трудитесь, вы находитесь. В данный момент я нахожусь в очередном отпуске. Сотрудник Ростов-Стата Наталья Максутова за день обходит пять семей. Электронный планшет помогает уже второй месяц. На каждого респондента до 15 минут. А главное, сразу видны результаты. Есть опросы, делаем до 70 и больше респондентов. Но представляете, это анкеты, сколько стопа в бумагах. Даже молодежь заинтересована в вопросах и говорят, что я окончил высшее образование, имею, а не могу строиться по специальности. Раньше опрашивали раз в квартал, а с 2014-го такие обходы ежемесячные. Так картина более реальна. По последним данным, безработных в нашем регионе 5,3 процента, что ниже среднего по ЮФО. Возникают, конечно, периодически у наших респондентов опасения о возможной утечке информации. Информация строго конфиденциальная. И будет использоваться исключительно для подведения сводных итогов о ситуации на рынке труда и о состоянии рабочей силы. Анкеты респондентов обрабатываются на федеральном уровне, а результаты обследования размещаются на официальном сайте Ростов-Стата. Юлия Сурикова, Руслан Хамчев, Дон-24, Ростов-на-Дону. Здесь выпускают оборудование радиосвязи для Минобороны и ФСБ, и в то же время товары народного потребления, уличную мебель и ингаляторы. Заводу «Алмаз» в этом году исполнилось 50-е. За эти годы предприятие успело сменить имя и перейти на выпуск новой продукции. Новые возможности «Алмаза» оценил городоначальник. Уличная скамья за несколько секунд может превратиться в кухонный комплект, например, для дачи или даже, как предложил директор, для удобства армейских подразделений на полевых учениях. Бывший ростовский телефонный завод сегодня выпускает и такие товары народного потребления, как ингаляторы и лицевые сауны для женщин. Но у нас есть одна проблема. Мы не можем пробиться в аптечных учреждениях. Невыгодно брать в нашу продукцию. Но невыгодно почему-то только донским медучреждениям. Зато небулазеры «Алмаза» пользуются популярностью в Краснодарском крае, Москве и даже на Камчатке. Такой аппаратной продукции в год выпускают на 12-14 миллионов рублей. А могли бы больше. Экскурсия для градоначальника продолжилась в главных цехах. Уже 4 года «Алмаз» входит в концерн «Созвездие» и выполняет заказы на аудиотехнику для российского Минобороны и ФСБ. У нас в головной организации заложено примерно выпуск продукции на миллиарх 200. Я думаю, что это серьезно. Будем надеяться, что, выполнив вот это, заказы в этом направлении, я думаю, что у нас заработная плата рабочих увеличится еще больше. «Алмазу» не хватает молодых рабочих. Требуются слесари, сварщики и фрезеровщики. Алексей Ницца трудится здесь 2,5 года. Вырезает и шлифует детали на современном оборудовании – машине с ЧПУ. И готов заработать больше нынешних 27 тысяч рублей. Заказов только побольше. У нас отдельная зарплата. Мы от заказов получаем зарплату. Завод заинтересован в расширении рынка сбыта и рассматривать любые предложения по заказу продукции. Юлия Сурикова, Тагир Фатахов, Дон-24, Ростов-на-Дону. Чтобы успешные донские спортсмены не уезжали из региона, их нужно стимулировать материально. Комитет Заксобрания по молодежной политике рассмотрел в первом чтении законопроект о введении ежемесячной выплаты медалистам крупных соревнований. Речь идет о тех, кто постоянно живет и работает в Ростовской области. Сейчас на такую поддержку претендуют 111 спортсменов и тренеров, в том числе те, кто входил в сборные СССР, СНГ и России раньше. Мы предлагаем в рамках нашего закона предусмотреть ежемесячную денежную выплату спортсменам, получившим золотые, серебряные, бронзовые медали на Олимпийских играх, сурдо-олимпийских играх, пара-олимпийских играх, а также на мировых чемпионатах. Размер платуемой ежемесячной выплаты пока неизвестен. Его будет определять правительство, исходя из заслуг спортсмена или тренера. Амброс Мартин не бросит сборную Румынии, но проблему клуба из-за этого не будет. Новый главный тренер Ростов-Дона заверил в этом болельщиков на первой пресс-конференции в Дон-Медиа. Поучаствовали в ней и руководители клуба, а Анна Сень таким общением отметила круглую дату своего сына. Поддержать нового главного тренера при знакомстве с журналистами пришли гендиректор Антон Ревенко, президент Александр Скрябин и олимпийская чемпионка Анна Сень, которая первое лето проводит в статусе мамы. Кстати, сегодня у меня сыну пять месяцев. Ездили на небольшое количество времени на море, на самое ближайшее этап на морское побережье. Все, и остальное время я проводила в Краснодаре с Северой, потому что я считаю каким-то важным моментом ездить, когда вот такой маленький ребенок куда-то дальше. Президент клуба прямо на пресс-конференции приобрел уникальный абонемент болельщика на все игры будущего сезона, а это Лига чемпионов, чемпионат и Кубок России. И рассказал, что за первые полтора месяца продаж болельщики купили столько же абонементов, сколько в прошлом году к началу сезона. А главный тренер огорчил, что на первый сбор в Словению не поедут Анна Паула Родригес, издалечивающая серьезную травму, и Анна Седойкина, у которой некоторые сложности со здоровьем. На их позиции Мартин возьмет двух молодых игроков и дальше будет просматривать молодежку, чтобы понять, кто готов помочь основе. Испанский наставник планирует совмещать тренерскую работу в Ростов-Донии и сборной Румынии, мечтая выиграть Олимпийские игры. Я благодарен клубу за то, что он дает мне возможность совмещать, как в Дьоре. Таких тренеров много в ведущих клубах. Тут нет никаких рисков для команды, разве что для меня и моей семьи, с которой я мог бы проводить больше времени. Но семья меня поддержит. Переговоры о переходе в команду тренера-победителя Лиги чемпионов были самыми сложными в карьере гендиректора Антона Ревенко. Но интеллигентный, мягкий, добрый Амброс Мартин, как уже говорят о нем в клубе, теперь с нами. И ожидания от сезона самые амбициозные. «Было достаточно сложно, но мы спортивный клуб, и мерило наших успехов – это победы. Хочу поздравить Амброса. Он победил, и мы победили. Здесь проигравших нет». Конец июля и три дня августа наши гандболистки проведут в Словении, затем вторую декаду во Франции, где, возможно, увидят Фредерика Бужана. А сезон начнут в Краснодаре уже 31 августа битвой за суперкубок в приятной компании Евгения Трифилова. Лев Клинов, Юрий Санкин, Дон-24, Ростов-на-Дону. И еще одна гандбольная новость. Сегодня Ростов-Дон объявил о том, что из клуба уходит Катарина Булатович. Контракт, по которому черногорская гандболистка должна была отыграть еще один сезон, расторгнут по обоюдному согласию сторон. На сегодня у меня все. Еще больше новостей на сайте don24.ru. В студии была Мария Филинкова. До встречи. Одежда ведущим предоставлена магазином женской одежды премиум-класса «Лусио». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова